Если вы хотите выгодно совершать покупки в Warzone, можете, как и я, приобретать кодпоинты и наборы гораздо дешевле, чем в игре. Причем для любого региона и любой платформы, без каких-либо ограничений и банов. Вы можете взять любое количество кодпоинтов за один раз. Магазин проверенный и в их дискорде и телеграм-канале есть множество положительных отзывов. А еще там часто проходят скидки и есть очень крутая фишка – бонусы за приглашенных друзей. Рекомендую перейти по ссылке в описании, если хотите иметь доступ к дешевому и быстрому донату. Ну или скупить весь магазин. Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы, видос по Калдиварзон. И у нас ежесезонный выпуск топа комплектов. Если что, вчера уже произошла первая балансная правка новой винтовочки Детир. Однако, однако, не спешите расстраиваться. Даже если вы ее еще не вкачали – качайте. Потому что на самом деле ничего сверх плохого не сделали. Просто ее чуть-чуть подбалансили. Дело в том, что ТТК этой АЭРки был явно слишком высоким. Потому что на первой дистанции убивал за 500. За такое время даже ППшки не убивает. Поэтому, очевидно, это поднерфили немножко. И чуть-чуть накинули тоже ТТК на второй дистанции. Однако, это все равно лучшая АЭРка в классе вообще среди всего автоматического оружия на данный момент. Итак, погнали, ребята! Первый комплект у нас, конечно же, будет стандартным для людей, которые играют с автоматической винтовкой. Играют с ППшкой и бегают по карте. Это лучший комплект для того, чтобы по карте носиться через всякие зипочки и так далее. Заходим в Детир. Глушитель Интендант. Длинный ствол Экстенд 10. 40 патронов. Прицел, который вам нравится. И приклад Райфлмен 200. Как вы понимаете, у этого оружия отдачи нет от слова совсем. То есть, вот мы смотрим. Как вы видите, визуальная отдача у него отсутствует. У него вообще ничего не трясется. Ни рамки, ни причин для тряски я не вижу. Вот. Отлично. АЭРка убивает прям в кайф. Вторая ППшка у нас это статик HV. Пушка, которая в мете уже месяца два минимум. То есть, как только она попала... Как только ее добавили, собственно, она в мету залетела. И с тех пор ее используют. Смотрим. Глушитель Интендант. Рукоять Жак Слэш. Легкий ствол. Огер 840. Безлинзовый прицел Жак. Или любой, который вам нравится. И легкий приклад Спри 34. 14 метров. Отличный ТТК. Стрелять можно практически куда угодно. Можно использовать как снайп-саппорт. Можно использовать как саппорт к обычной винтовочке. Как вы понимаете, я использую ее под винтовочку и под, соответственно, снайперку. Наваливает. Дай боже, как говорится. Второй комплект, ребята, у нас то же самое. Как вы понимаете, только с винтовкой Кар-98. Опять же, максимальный мобильный сетап для того, чтобы бегать, летать, приземляться рядом с челами и с ними файтиться. Потому что дистанция ваншота у этой пушки 75,6 метров. Это достаточно много. И для активной игры лучше всего подходит эта самая винтовочка. Глушитель L используйте. Длинный ствол. Длинный ствол Precision Giver 762. LCU Razer Hawk. Тяжелые патроны. И прицел SPX 6.6. В такой сборочке у вас не будет раскачки прицела. А даже если вы не успели прицелиться, то, соответственно, надальше у вас будет время, чтобы с задержкой дыхания прицелиться. Если вы не успеваете, ребят, убить задержкой дыхания чела, ну, блин, стоит попробовать поменять класс. Поменять винтовочку на что-нибудь другое. Например, на DTier 30.06. Ну и ППшка статик, конечно же, точно-точно такая же. Однако, давайте я вам быстренько что-нибудь еще накидаю, чтобы вам прям интересно было. Если что, ребята, ППшка конкурент. Является очень и очень неплохой. У нее тоже хороший ТТК. Поэтому ее, в принципе, можно использовать. Ставим компенсирующий пламя-гаситель, чтобы визуальную отдачу убрать. Ставим ствол Rival 38E. Рукоять паракорд, 50 патронов и легкий приклад Rival FA. ТТК у этой пушки примерно такой же, как у статика и у страйкера. Единственный ее минус. Она не настолько быстро перезаряжается, как они. И у нее достаточно большая визуальная отдача. Не очень удобно стрелять. Как вы видите, на дистанцию в 20 метров его прям очень сильно колбасит из стороны в сторону. Но в целом это тоже можно игнорировать. Потому что это все-таки ППшка. Стрелять с нее следует на дистанции метров до 15. Идем дальше. Следующий комплект. Это новый у нас пулемет. Однако новый пулемет я собираю не с его крутой рукояткой Bracefire. Которая дает аж 96 скорости перемещения при прицеливании. Это очень много. Но есть одна проблема. Дистанция, точнее ТТК на первую дистанцию у этой пушки всего 720 мс. Если вы помните, то на дистанцию, ну на первой дистанции у того же датира 600. Это на 120 быстрее. Это очень плохо на данный момент. Однако, нужно понимать, датир скоро пофиксят. Поэтому люди начнут искать следующую лонг-рэндж мету. И у вас она будет готова. Так что смотрите. Глушитель-интендант, длинный ствол. Если вы полностью прокачаете пушку, то можете поставить вот этот ствол. Митигейтер Х40. У вас скорость плютопули, конечно, будет пониже. Зато визуальная отдача и, в принципе, отдача на 20% сократится. Безлинзовый прицел ЖАК, чтобы визуальную отдачу уменьшить. Приклад спецназ С-15 и рукоять УИВ с Л-7. Вообще, можно, конечно, поставить, например, паракорд. Вместо вот этой штуки. Она даст нам горизонтальные отдачи. Даст нам спринту фаера. Это тоже будет очень и очень хорошо. Как вы сейчас убедитесь, пулемет, в принципе, стреляет достаточно хорошо на дистанции. Его проблема — это скорость прицеливания. Как вы понимаете, у всех пулеметов она достаточно плохая. И пока у вас в мете будет детир, пулеметом играть вы не сможете. Однако, учитывайте, что детир могут занерфить буквально через неделю и сделать его как СТГ с ТТК больше 750. Зарежут ему урон по конечностям, как это сделали с СТГ. И тогда вам нужно будет выбирать между пулеметами, например, тот же кастов ЛСВ. Либо, например, взять ТАК Эридикейтер. ТАК Эридикейтер тоже отличная пушка. Если на него поставить глушитель Интендант, удлиненный стол, завоеватель 70, паракорд, штурмовую рукоятку ФСС и базовый приклад. Также вы можете вместо штурмовой рукоятки поставить себе прицел, который вам нравится. У этой пушки отличный ТТК на всей дистанции 747. У него тоже, как вы можете заметить, нет никакой отдачи. И это выгодно выделяет его на фоне других пулеметов. Однако, если вы не убиваете чела за первые 10-15 попаданий, затем ваш ТТК начинает немного снижаться. Что, собственно, компенсируется возможностью убийства за 747 на любой дистанции. Пулемет прям отличнейший. Вторая ППшечка, которая уже, ну даже третья, которую я вам посоветую, это Страйкер. ТТК Страйкера примерно равно ТТК Статика. То есть, эти пушки практически идентичны. И кому что нравится, как говорится. Глушитель Интендант, ЖАК слэш рукоять, тяжелые патроны, магазин на 48 патронов и без приклада. У этой пушки настолько неплохая отдача, что даже с модулем без приклада вы, в принципе, сможете спокойно людей убивать. Как вы понимаете, ППшечки нужно использовать на дистанции метров до 15. Как снайп-саппорт она тоже нормально подходит, потому что у нее достаточно быстрая скорость полета пульки 655. То есть, в метрах на 20-30 кого-то добить после шота со снайперки вы вполне сможете. Также, если вам тяжело играть, можете вместо рукоятки ЖАК слэш поставить себе, конечно, оптику. Но рукоять ЖАК слэш дает нам скорость перемещения и скорость бега. И скорость тактического бега. Это достаточно важно. То есть, оно дает вам мобильность вне стрельбы. Это очень круто. Идем дальше. Четвертый комплект. Внезапно, внезапно, никто не знал, но скрыто бафнули Акимбо реклеймера. Что мы можем на него поставить? Тут, на самом деле, не так много всего можно. Чокбор X10 ставите на эффективную дистанцию. ЛЦ у Кимура на скорость прицеливания, на разброс тактической стойки и готовность лебеда после бега. Дальше мы ставим рукоятку спешка 15 и ЖАК разрушители. Ему бафнули скорострельность и теперь он на дистанции до 0 метров может спокойно ваншотнуть. Как видите, стреляет очень-очень быстро. А на дистанции до 12 убивает за 600 миллисекунд. Это быстрее, чем пистолеты-пулеметы. Однако, нужно понимать, что если вы один раз промахнетесь, вас убьют. Идем дальше. Еще одна АР, которую я могу посоветовать. Это БАЛ-27. Заходим. Глушитель-интендант. Длинный ствол Ноктил. Рукоять-паракорд. 60 патронов. И тактический приклад Ардент. У этой пушки визуальная отдача практически отсутствует. Поэтому рекомендую ее использовать на дистанции метров до 40. И либо на острове в том же самом режиме Ранкида. Потому что на этих дистанциях она раскрывает себя лучше всего. Эта пушечка. Мувмент у этой пушки достаточно хороший. Поэтому использовать можно. И, ребята, последний комплект. Но это у нас будет комплект с подъебом. Потому что мы будем использовать КАТ-МР на конверсии. Вместе с этим сезоном вышла конверсия. Называется Жак Сальво. Она делает из КАТ-МР буквально ракетницу. Правда, стреляет эта ракетница очень медленными пульками. Если верить характеристикам, 200 метров в секунду. Если что, это очень медленно. Но для острова это фановая пушка. Если что, при попадании в любую часть туловища, эта штука ваншоты. Ракета практически не падает с дистанции. Что позволяет стрелять на дистанцию просто в точку во врага. Если он не успеет отбежать. Либо он не поймет, что вы стреляете в него именно ракетами. И останется на месте. Он нокнется. Это прикольно. То есть, чисто поиграть на разок. Для людей, которые это уже открыли. Ставим Корио ЛАС 44В3. Фордштаг Дельта 4 прицел. Задний тыльник на прицеливание. Рукоять Фантом на прицеливание. Ну и Жак Сальва. И у вас будет пушка достаточно быстро целиться. Там в основном больше ничего поставить-то и нельзя. Влияющего на скорость полета ракеты и так далее. Ну и FGX Хорус на конверсии. Если что, ребята, у этой ППшки ТТК лучше, чем у статика. Однако, эта пушка не в мете. В первую очередь из-за двух параметров. Это отвратительный мувмент и отвратительный спринт-у-файр. И кто не знает, что такое спринт-у-файр, это время перехода от бега к стрельбе. По умолчанию этой пушки спринт-у-файр 189 миллисекунд. Чтобы вы понимали, у метового... Давайте зайдем. У метового статика спринт-у-файр 97. В два раза ниже. И, как вы понимаете, компенсировать это можно только модулями, которые режут спринт-у-файр. Таким модулем будет модификация без приклада, рукоять паракорд и все. Потому что больше нам на самом деле поставить будет нечего. Мы можем также убрать тяжелые патроны и вместо них поставить, например, рукоятку. Тогда у нас будет 112. И при этом у нас дистанция будет... А, у нас и так дистанция 18 метров, так что, ребят, нам не нужны боеприпасы. Вот. И таким образом у нас получится практически играбельная ППшка. Она будет чуть-чуть проигрывать, там, буквально 10-12 МС спринт-у-файра. Однако с нее можно разваливать. На свои 15 метров она отлично попадает. Явно не хуже, чем тот же самый Райвл-9. Плюс у нее встроены 60 патронов. Такие вот дела, ребят. Ну, а на этом пока все, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы смотрите это видео не в день его публикации, а то бишь не 20 сентября, чтобы точно знать, какие сейчас пушки все еще в мете, вам стоит подписаться на мой телеграм-канал. Там есть все балансные правки, которые выходят. Там есть все новости по варзоне и не только. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok